Американская БМП Брэдли в трофеях штурмовиков группировки «Центр» уже снова поставлена на ход и применяется активно в боях. Эта машина отличается мощной броней и серьезной системой управления огнем. Над башней видны приборы и наблюдения и прицелы. А сбоку можно заметить бронестекла. Это один из комплектов модернизации машин времен Ирака для ведения городских боев, который позволяет командиру машины, высунувшись из башни, улучшить свой обзор или пользоваться дополнительным пулеметом. Эта машина у нас появилась после штурма населенного пункта «Сокол». После этого, скажем, она у нас подорвалась на мине. Мы ее после этого отреставрировали, поставили на ход и теперь пользуемся ее в своих интересах. Под уже нашей маскировочной сетью можно заметить мощные блоки динамической защиты. Брэдли давно уже получили ее в ходе опыта боев в Ираке и борьбы с гранатометами противника. А вот дополнительная защита башни, так называемый «мангал», добавлен уже нашими бойцами по их опыту противодействия украинским беспилотным летательным аппаратам. Можно отсюда хорошо видеть конструкцию этого устройства. Броня здесь действительно хорошая, но свое предпочтение в плане боевой части я отдам все-таки БТРу. Наша отрицательная тебе нравится больше, чем бушмастер? Намного, намного. 2.72 намного лучше бушмастера. Основные особенности БМП Брэдли, которые непривычны для пользователей старой советской техники, это, конечно же, размер десантного отделения и мощная броня. В отделении десанта не только место, в котором могут достаточно свободно и по высоте, и по размеру между рядами помещаться достаточно большие солдаты с полным комплектом современной бронезащиты и оружия. Есть и ремни безопасности для сохранения десанта при подрыве на мину. И одна из важнейших сегодня в штурмовых действиях особенностей Брэдли, это массивная аппарель, которая обеспечивает быструю высадку десанта даже одновременно в два ряда. Один из интересных моментов, связанных с поставками американской техники на Украину, это гусеницы. Значительная часть техники приходит в комплектациях, которые большей частью применялись во время войны в Ираке. С обрезиненными катками гусениц, там где они действовали на асфальте, в американской армии есть специальные гусеницы, которые массово используются для того, чтобы не повреждать дорожное покрытие. И вот эти гусеницы, которые дают им мобильность на дорогах, в свою очередь очень плохо работают на глинистых грунтах.